В Самаре зарождается мода на красивый двор. Инициативные жильцы сами сажают деревья, создают клумбы, убирают мусор. Однако так не везде. Вопросы благоустройства обсудили на общественных слушаниях в Кировском районе в рамках проекта на связи с губернатором. Что можно сделать своими силами, а где без помощи не обойтись? О проблемах и их решениях Татьяна Пудова. В этом дворе автолюбители осваивают экопарковки. Правда, это не новейшая разработка, а нарушение правил. Водители оставляют машины там, где предусмотрен газон. Еще приезжают люди из других домов в гости и занимают все место абсолютно и парковаться негде. Урны где? Посмотрите, покажите, где хоть одна урна есть? Нигде нет. Даже ни одной урны нет. Пожалуйста. Даже некуда. Даже захочешь и бумажку, ты даже некуда выкинуть. А пенсионерам некуда присесть во время прогулки. Лавочки здесь редкость. С этими проблемами жители вышли на общественные слушания. Одна только лавочка есть и все. Вот мы сидим, мы уходим, молодежь приходит, с детками там сидят, гуляют. Больше у нас ничего нет. Двор обустроят в этом году еще в планах обустроить в 13-м микрорайоне 78 детских площадок. Основной своей задачей, конечно, видим это благоустройство территории и помощь в решении вопросов в сфере ЖКХ. Потому что это 99% обращений сейчас к нам. Главная задача этих общественных советов заключается в том, чтобы они аккумулировали все проблемы людей, которые есть. И через уже районные советы, через исполкомы районных советов на уровне района могли представлять и защищать тоже интересы своих людей. Создание райсоветов – это следующий шаг к реформе местного самоуправления. Выборы в них пройдут 13 сентября. Депутаты будут отстаивать интересы жителей своего района и контролировать решение вопросов. Татьяна Пудова, Дмитрий Столяров, Новости губернии.